Лето ещё дарит нам жаркие деньки. Люди спешат воспользоваться ими по-разному. За домом у Шулаковых слышны характерные звуки станка для обработки металла. Артём Шулаков с головой погружен в своё увлечение. Мы уже рассказывали про юного Калашникова, который своими руками изготавливает макеты оружия. Юноша представлял свои работы на выставке в гимназии. Прошло время, но своему техническому творчеству подросток остаётся верен и по сей день. Сейчас я делаю макет автомата АК-103. У него вынимается магазин, двигается затворная рама, остаётся шомпол. Также можно будет при необходимости снять приклад со пистолетной рукоятки, отсоединить цевьё стандартное и отсоединить ствол. Также его можно присоединить. Есть другая комплектация. Это цевьё от карабина «Вепер». Потом магазин также. И обратно приклад, но уже другой модификацией. Макеты оружия под руками Артёма приобретают всю большую детальную точность и реалистичность. Конструкции выверены до миллиметра. Параллельно занимаюсь макетом автомата АК-103 и винтовки М4А1. У обоих оружий является неполная разборка. В коллекции, наверное, около 7-8 макетов оружия. Некоторые из них похожи только формами, а некоторые похожи и внутренним строением. Первые модели были полностью деревянными. Сейчас уже с металлическими элементами. Для большей схожести с оригиналом и прочности изделия. Артём вспоминает, первые два макета сделал для него дед. Смог увлечь. Внук начал изучать соответствующую литературу, искать информацию в интернете. Просто нравится их делать. Не знаю, какое им будет следующее применение. В основном – получение опыта и мастерства в изготовлении. Сначала работал, можно сказать, на коленке. Но родители быстро поняли – это хобби у сына всерьёз и поддержали. Теперь в арсенале оружейных дел мастера есть всё необходимое. Сверлилый станок, гриндер, потом различные болгарки, бормашинки. А в основном ручное оборудование – надфили, напильники, ножницы, металл и другие ручные обработки. Также летом приобрели старый сверлильный станок. Я его восстанавливаю для последующей также более качественного изготовления макетов. И про чтение юноша не забывает. А чтобы не терять драгоценного времени, слушает аудиокниги прямо во время работы, когда замолкает станок. Артём также увлекается рисованием. Он учащийся художественной школы. В будущем планирует выбрать специальность, связанную с механикой.